Девочки, всем привет! У нас сейчас утро, 10 часов. Я решила вам снять видео. Многие просили видео снять уже после переезда, как мы живем и так далее. Мы сейчас живем в квартире в новой 3 недели. Квартира большая, естественно, все обустроить и все сделать сразу не получается, потому что, во-первых, с детьми я одна целый день, муж уходит в 6 утра на работу, уходит в 10, в 11 приходит, я целый день одна. Что успеваю, я стараюсь раскладывать, делать и так далее. Но вещей много, нужно раскладывать все, поэтому что-то успеваем, что-то нет. На этих выходных мы сделали перестановку в детской комнате. У нас немножко сначала мебель мы по-другому поставили. Потому что первую неделю, когда мы приехали, нам помогала бабушка, после этого она уехала. И сейчас мы уже убрали то, что было лишнее в комнате и поставили мебель, так как предполагается, что она будет стоять в дальнейшем. Возможно, что-то еще поменяется, но на данный момент пока расстановка мебели, как она есть, она меня устраивает. А на фоне девочки играют. Это комната дочек, соответственно. И давайте покажу вам. Во-первых, первое, что я вам покажу, это у нас появилась входная дверь. С входной дверью есть такой нюанс. Получилось, что у нас дверной проем, стандартные дверные проемы от застройщика, они оказались почему-то выше, чем стандартное полотно двери. И у нас обналичка верхняя не закрывает вот эту дырочку. Поэтому нам, получается, монтажник, который делал дверь, он там сделал пену, нужно пену обрезать, приклеить обои и закрыть уже тогда направляющие, направляющие телескопически вставлять вон в те пазы. Покажу вам сейчас. Отойду. Саму дверь. Дверь у нас вот такая. Красиво получилось. Она очень хорошо в цвет ламината. Мне очень нравится с таким небольшим стеклышком, стекло матовое. Оно не пропускает практически свет. То есть даже если я в коридоре свет включу, детям это не мешает. Проверяли уже. Очень хорошо, очень удачно. Посмотрите, какая ручка. Она вот такой обтекаемой формы. У нее нет острых концов, острых углов, чтобы деткам было это удобно. Поэтому вот так. Дальше. Теперь разворачиваюсь от входной двери. И сбоку у нас вот здесь уголочек есть. Здесь у нас в коробочках стоят какие-то крупные игрушки. В самом нижнем коробе это стоит железная дорога и все, что связано с железной дорогой. Следующее. Это вот этот вот короб. Там куклы, кроватки, стульчики для кормления. В общем, все, что я покупала для кукол с фикс прайса. Все лежит в одном месте. Одежка для кукол. Чем их кормить? Потом, когда дети играют, мы достаем ящик. Их поиграли, все сложили, все убрали. Это очень удобно, чтобы оно ничего не валялось. В следующем ящике там погремушки. Ну, в общем, грызунки, погремушки, игрушки для малышей. Типа Гоши. Но так как Гошина комната у нас сейчас склад вещей, потому что у нас еще нет пока шкафов. Сейчас у нас все очень много еще в коробках стоит в той комнате. Поэтому у нас вот пока эта коробочка с погремушками здесь живет. Дальше вот этот конструктор Мегаблокс. Вот такой. Не самый удачный конструктор. Как только поедем на дачу, я его отвезу на дачу. Потому что детали плохо держатся друг на друге. Поэтому сложно с ними делать что-то. В общем, не самый удачный. Покупали старшей дочке еще на годик. И так он особо не используется. На даче как это? На даче так игрушек там нет. Поиграется все. Ты хочешь магнитный взять? А что ты хочешь, Саша? Мне покупать. Ты лего хочешь? Мне покупать. Да, тебе. Саша, ты лего хочешь? Что? Подожди, Лера. Нет, подожди, сначала ты посмотри. Ты не убрала. Иди убирай свой набор доктора, потом возьмешь конструктор. Иди убирай с Лерочкой. Что у меня покупали? Лерочка, идите уберите набор доктора, потом возьмете конструктор. Да, вместе. Дальше здесь это дочкин беговел, Чила Фиша называется. Это беговел вот такой. Да, мы дарили младшей дочке на годик. Очень классно, на нем по квартире гоняет классная штука. Так, дальше. Из игрушек вон там у нас лежат игрушки. Это игрушки от Елси. Это набор вот таких вот фигурок, как бы, ну, человечки там всякие, там девочки, животные, слоники и так далее. И к ним есть техника, там есть поезд, который сам едет, машинка и так далее. Я вот на эти игрушки потом отдельно вам покажу, потому что игрушки Елси, они потрясающие, они очень классные. Но их, Натана, они очень дорогие, их лучше брать по акции. Вот я все, что покупаю, я брала под Новый год их по очень хорошей скидке. Получилось очень выгодно. Дальше у нас здесь несколько наборов Лего. Я наборы Лего никогда не смешиваю, они у нас лежат отдельно все. Единственное, два набора вот здесь смешанных получились, потому что не было двух маленьких коробочек, но я их тоже буду делить. Это, получается, парк аттракционов, ну, там маленькие такие аттракциончики, и новогодние, там, видите, олень, Дед Мороз и так далее. Вот они смешались, их нужно будет разделить. И здесь у меня магнитный конструктор. Дальше про кровати. У нас две кровати одинаковые. Это кровати от Икеа. Вот они, вот, дочки играют, тоже взяли Лего. Это набор Лего тортик. Классный, кстати, вообще. У меня старшая дочка, она вообще, у нее, она обижает из всего делать тортики. Все ходят, поздравляют. Любые игрушки, любые развивашки превращают в тортики, поэтому купила я ей вот такой набор. Он очень классный, она в восторге. Вот. Две одинаковых кровати. Кровати с двумя ящиками. Кровати... Сейчас, пока помогу. Кровати, помимо того, что в каждой кровати есть два ящика, кровати выдвижные. То есть, получается, что кровать увеличивается ровно в два раза. Сейчас исходный размер кровати. Два метра длина и 80 ширина, и она увеличивается по ширине до метра 60. То есть, ну, грубо говоря, получается полноценная двуспальная кровать. У этой кровати, соответственно, нет два матраса. Но второй матрас у каждой кровати, они у нас сейчас в кладовке стоят, эти матрасы. Ну, по мере надобности достаешь. Поэтому вот такие классные кровати. Первую кровать мы купили еще до Нового года. Давно она у нас в той квартире была у старшей дочки. Кровать потрясающая. Вот. И после этого мы докупили и младшей дочке такой же. И вот у младшей дочки мы купили вот такой бортик, потому что один раз она упала, ну, на всякий случай решили, что лучше, пускай будет без бортика. Последнее белье у нас тоже это Икеа. Вот и тот, и тот комплект. У нас пока нет пледов. Я купила очень красивые декоративные подушки в Леруа, когда была. Но пледов, к сожалению, нет еще. Когда закажу пледы, все, естественно, постельное будет убираться в ящик. То есть, получается, одеяло, подушку убирается в ящик. И сверху все стелаться будет пледиком и класться подушки декоративные. Но, опять же, до этого мы еще не дошли. Как бы Москва не сразу устроилась. Все будет потихонечку, все будет постепенно. А это вот эта сторона. И дальше вот это кровать младшей, соответственно, дочки. Это кровать старшей дочки. Вот они играют. Сейчас малыш младший запищал. Потом я продолжу снимать. Итак, продолжим снимать. Дальше вот там у нас получается два стола. Первый стол, это стол для занятий. Стол из Икеи у нас. И здесь будет два стола. Один стол дети утащили в зал. Этот стол, он очень... Помимо того, что он сейчас весь изрисован, его надо мыть, но это полбеды. Он весь потрескался, потрескался, облезла краска. Качество у него оказалось очень плохим. То есть его нужно зашкуривать и перекрашивать. И второй стол, это световой стол у нас. Вот от фирмы My Playroom. Классный световой стол. На него, возможно, я тоже сделала обзор. Мы дарили в прошлом году дочке для трехлетия. Очень хороший стол. Он у нас давно с двумя сменными панельками. Внизу коробка тоже я еще не разобрала. Там всякая канцелярия детская лежит. Здесь у нас вот такой, как сказать, это называется шезлонг. Да, наверное, это шезлонг детский. Он нашел в комплекте с манежем. Здесь мы кладем малыша, когда он не спит, бодрствует и с нами здесь играет. И здесь у нас вот такой мольберт. Мольберт тоже заслуживает отдельного внимания. Сейчас я вам его покажу. Это двусторонний мольберт. Он вот такой белый деревянный. Так, получается, здесь у него поддончик. И туда можно складывать карандаши. Ну, в общем, что-то, что-то, что-то складывать. Здесь у него магнитная сторона. И сейчас покажу вам. Опа! Вторая сторона. Ну, тут младшая уже рисовала. Смотрите, здесь закрепляется рулон бумаги. Можно рисовать на бумаге. И эта сторона, она магнитная. То есть, вот здесь магнитные палочки, которые позволяют хорошо закрепить бумагу. То есть, вот, например, икеевские мольберты, они не позволяют таки бумагу закрепить. Она болтается, как зря. Это неудобно. Мне не нравится. Поэтому мы не стали брать икеевский. Мы взяли вот такой мольберт. И вот эта сторона, которая под ним, это магнитная сторона. Там можно рисовать маркерами специальными, которые можно... Ну, которые рисуют на этих магнитных досках. Либо играть с магнитами. Очень классный мольберт. Тоже, если найду, то я оставлю ссылочку. Заказывала его в Инстаграме, по-моему, года полтора назад уже. Ну, довольно-таки давно. Так. И вот по этой стороне у нас, получается, стоит стенка. Это незавершенный, не финальный вариант. Ну, точнее, как не финальный. В том смысле, что стенка, она запланирована по этой стене. Потому что, видите, у нас розетки здесь заложены. Но, видите, мы еще будем стенку докупать. Стена достаточно большая. И как я планирую это сделать? Сейчас я мольберт отодвину. Здесь у меня два шкафа с этой стороны. Получается, два шкафа будет. Потом дальше будет вот такое пространство свободное. Где, получается, вот этот ящик останется. Дальше будет... Вот вместо этого шкафа будет просто низенькая вот такая тумбочка с ящичками для развиважек, для игрушек. И потом будет еще два шкафа. То есть сейчас у нас стоит узкий шкаф и вот такая этажерочка с ящичками выдвижными. А потом там станет два вот таких одинаковых шкафа, чтобы это было симметрично. Узкий шкафчик вот этот я перенесу, дверки ему сделаю беленькие и поставлю на кухне на лоджии. У меня там присоединенная лоджия. Ребенок на фоне играет в пищи, поэтому немножко плохо слышно на присоединенной лоджии, потому что часть лоджии я положу на кухне. Это очень удобно. Например, все, что связано с рисованием, с аппликациями, с наклейками, очень хорошо хранить на кухне. Пока я готовлю, например, дети спокойно могут играть, играть, чем-то заниматься. Какие-то пазлы собирать на кухне тоже очень удобно, потому что сел за большим столом, я села между ними и могу обеим деткам помогать собирать и так далее. Это здорово, поэтому вот этот шкаф уедет на балкон. Он как раз 60 шириной, а у меня там 80 ширина. Он как раз идеально там встанет. Вот, со всякими развивашками. И вот этот вот стеллажик, который с ящичками, он скорее всего переедет вот в тот угол. Рядом с ним я немножко коробки по-другому переставлю. Мелкие коробки, часть маленьких коробочек. У меня вот здесь вот пустой шкафчик, там ничего нет. Часть маленьких коробочек я туда уберу, а вот эта жерочка съедет туда. Но это будет опять же чуть позже, потому что в приоритете у нас сейчас нет докупания мебели. У нас квартира в принципе еще не закончена. У нас, во-первых, нет рулонных штор, а у нас солнечная сторона. Нам нужны рулонные шторы. У нас мы поставили только две двери пока, в детскую и в ванну. У нас больше нет пока дверей, поэтому нам нужно еще двери покупать. В общем, еще много-много чего, поэтому мебель будет докупаться уже в последнюю очередь. Пока все будет так, как есть. Перестановку делали вот на выходных, поэтому я еще не успела ничего разложить. Я же говорю, у нас сейчас очень много дел, тем более на выходных мы в основном гуляем куда-то, уезжаем по делам, еще куда-то с детьми. И особо не до раскладываний. А в будничные дни, когда одна с тремя погодками, да, тем более, что младший у нас мальчик, он очень беспокойный. Бывает такое, что он просто вот кричит буквально с перерывом по 10 минут, я даже поесть не успеваю, либо кормлю даже старших детей с ним на руках. В общем, там уже не до уборки, не до раскладываний. Поэтому я прошу просто отнестись к пониманию, потому что есть такие зрители, которые пишут в комментариях, вот, не могли дождаться, пока все разложите. Ребят, если я буду ждать, пока я все разложу, и пока квартира доведется до ума, я буду видео еще как минимум год снимать не буду. Поэтому у меня и канал не про ремонт, не про красоту и не вылизанный красивый глянцевый канал. Это канал про жизнь, про обычных людей. Здесь живут люди, здесь живут дети. У нас трое детей по годах с разницей 2 года и год и 9. Соответственно, вы сидите должны, кто мамой, кто понимает, что такое с тремя погодками один, то есть без помощи, у меня нет бабушек, нянь и так далее. Я же говорю, муж ушел утром в 6 и в 11 пришел. Все, все остальное время я одна, поэтому не всегда есть время, есть возможность что-то раскладывать, что-то убирать. Поэтому все сделается, все по мере возможности. Вот все, поэтому давайте отнесемся к этому с пониманием. Но так как я знаю, что есть очень многие зрители, которые ждут рунтура по детской комнате в новой квартире и вообще, как мы обживаемся, что в нашей новой квартире, что у нас происходит. Поэтому для тех, кому это интересно, кто ждал такого видео, поэтому я решила не откладывать, пока я все это сделаю. Я решила показать вам сейчас. У нашей комнаты я сейчас на данный момент довольна на 100%. Во-первых, мне очень нравится дверь. Мы изначально двери планировали белого цвета, но плентуса оказались у нас не совсем белыми, они оказались чуть-чуть молочными. Если бы вам поставили в двери белые, то был бы определенный диссонанс. Мы этого делать не стали. В итоге мы выбрали двери практически идеально подходящие в цвет ламината. Получился очень здоровый фитбол, потому что я младшего постоянно на фитболе качаю. Поэтому фитбол у нас как это, качует со мной по всей квартире. Поэтому двери выбрали вот такого. Они бежево-жемчужного цвета, очень красиво. Они классно гармонируют с полом, я ими очень довольна, они очень красивые. Так что по мере поступления финансов и во всей остальной квартире тоже, естественно, поставим такие же двери. Вот дальше про шкафы. Смотрите, сейчас я переорганизовываю хранение. Вот в этом большом ящике у меня лежат напольные коврики, которые массажные, ротопедические. Большая машина и такие крупные игрушки малышковые, которые для Гоши потом пригодятся. Но пока они у нас здесь лежат. Сюда переедут большие коробки с игрушками. Вот эти два окраинных шкафа, которые закрыты, это шкафы для одежды детской. Там одежда постельная для старшей дочки и для младшей. И вот здесь у меня будут книжки частично разложены, так как книжный шкаф у нас не собран. По определенным причинам я это покажу вам в другом видео. Поэтому здесь частично будут книжки. И вверху там у меня тоже частично развивашки лежат. И еще сейчас я покажу, куда я положила часть развивашек. Книжки, которые у детей. Книжки-картонки, маленькие книжки у детей, которые в свободном доступе. Они у нас вот на двух нижних полочках лежат. Дети могут взять, посмотреть и так далее. Это книжки такие, знаете, вот им просто полистать. Там есть и развивашки, то есть мы вместе занимаемся. Но и просто эти книжки безопасно давать ребенку. А младшей даже, в принципе, испортить там особо нечего. Потому что, смотрите, вот пока я вам снимала видео, видите, младшая помяла бумажечку, которая шла в комплекте с лего. Это вот этот лего-тортик. И сейчас по поводу развивашек вам сейчас покажу. Сюда, смотрите, я переставляю. Получается, здесь у меня будут тоже частично, во всяком случае, деревянные вот это кубики, из которых нужно поворачивать, складывать картинки. Они у меня будут здесь, ими удобно здесь играть. Потом всякие деревянные пазлы, кубики, лото и так далее. Это у меня тоже будет здесь. А вот эти, скорее всего, пазлы картонные, обычные картонные пазлы. Потом вот такие игры я перенесу на кухню. В общем, я еще думаю, что я на кухню буду переносить. Посмотрим. Вот. Ну, тут младшая играет. Это попрыгуны. По-моему, в Виктории давали этих попрыгунов. Вот. И она с попрыгунами играет. И сейчас я вам еще кое-что покажу. Лишечка, отойди, пожалуйста. У нас два ящика я задействовала под развивашки. Это очень удобно. Ящики большие и плоские. Соответственно, здесь очень удобно хранить развивашки. Смотрите, как я все здесь организовала. Здесь, получается, у меня лежат в основном деревянные всякие развивашки. Игры. Вот это вот всякие игры. Настольные медведи. Это тоже игры всяко-разные для занятий с малышами. Волшебные комодики тоже для развивашки. Вот там два вида кубиков очень классных лежат. Хорошо. Это один ящик и второй ящик тоже аналогичным образом. Это уже ребенок, видимо, закинул. Здесь у нас организовано вот так. Здесь, смотрите, большой набор кубиков лежит. Потом это как типа сортеры. Два поезда сортера. Потом еще вот такая штучка сортер. Здесь тоже по цветам, по формам лежит плоские. Я не помню, как они называются. Плоские планшеты, в общем, с фигурами, с разными. Вон там с животными. Они музыкальные, звуковые и так далее. Здесь вот такой большой пазл. Вот и цилиндры. Соответственно, вот у меня два ящика. Они у меня отведены под развивашки. Вот и в двух других ящиках, получается, когда докупятся пледы. Ну, или то есть утром подушку, одеяло убрал. Вот туда. И все. Поэтому два ящика у меня сейчас пока свободные. В принципе, вот такая квартира. Вот такая детская комната у нас получилась. Сейчас она мне нравится. Она достаточно удобная. Но видите, дети не особо сейчас, к сожалению, не приучены до конца убирать свои игрушки. То есть что-то они могут убрать, что-то нет. Вот пока я снимала, например, не напомнила, что нужно убрать. Видите, вот карточки старшая, наверное, достала и так и оставила. Сейчас они достали вот из того ящика. Это медведи сейчас будут собирать. Вот. Есть один нюанс, конечно. Ну, в принципе, когда здесь будут пледы, это будет несущественно. Сейчас у нас нет пледов. То есть сейчас, получается, дети играют, играют они когда-то на полу, а когда-то залезают, играют на кровати. Получается, они играют на постельном белье, на котором спят. И как бы я считаю, что это не очень правильно. Но пока нет постельного пледов. Ну, пока так. Так, когда появятся пледы, естественно, да, то это будет уже не критично. То есть, в принципе, это будут застелены пледами с декоративными подушками. Это будут как диванчики. То есть залез на свой диванчик, можно полежать, поваряться, поиграть и так далее. Ну, вот пока так. С постельным бельем это, конечно, не очень правильно. Но вот пока так. В общем, всем спасибо. Пойду я детям помогать, потому что у нас эта игрушка плохо открывается. Пойду я сейчас помогу. Всем спасибо за внимание. Относитесь, пожалуйста, с пониманием к тому, что вы смотрите и к тому, на какие каналы вы заходите и чему эти каналы посвящены. Я надеюсь на ваше понимание, что негативных комментариев о том, что надо было сначала убрать и так далее, будет как можно меньше. Потому что я сказала, что мы только переехали, во-первых. А во-вторых, я же говорю, одной с тремя погодками не так-то просто все это сделать. Всем пока!